АЛЬМЕТИСК АЛЬМЕТИСК ТВ АЛЬМЕТИСК 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 Значит, цифра 6,1. Причины, которые приводят к сахарному диабету, могут быть разными. Основные – избыточный вес, наследственный фактор и заболевания желудочно-кишечного тракта. Диабет опасен. Он поражает глаза, почки, поднимает уровень развития инфарктов и инсультов. Чтобы предотвратить развитие заболевания, в первую очередь нужно пересмотреть свой рацион. Не употреблять вредную пищу, особенно сахаросодержащие продукты. Цель этого мероприятия, чтобы все-таки люди знали о этой проблеме сахарного диабета и все-таки занимались профилактикой этого заболевания. Потому что, к сожалению, лечение достаточно дорогостоящее. И государство входит в огромные средства, чтобы помочь данной категории лиц. Люди, больные диабетом, должны постоянно контролировать уровень сахара в крови. Для этого врачи советуют приобретать глюкометры и делать замеры через 2 часа после приема пищи. А остальным, чтобы не заболеть, нужно больше заниматься спортом, правильно питаться и избегать стрессовых ситуаций. Алена Минкина, Ильдар Гемаев, Альметиск ТВ Тему здоровья продолжили и школьники. Утренние и классные часы во всех школах города сегодня начались с физкульт-минутки. Вышли на зарядку и учащиеся татарской гимназии. Все они надели белые футболки и черные шорты и выстроились в школьных коридорах. После 20-минутного занятия ученики окончательно проснулись и взбодрились. После чего в приподнятом настроении разошлись по урокам. Так они отметили Всемирный день здоровья. День здоровья проводится для того, чтобы люди могли задуматься, насколько важно и ценно здоровье. И как нужно себя вести для того, чтобы его сохранить. К другим темам. В 80-е и 90-е годы в Альметиске существовала своя киностудия. Она называлась «Поиск» и работала при Дворце культуры Невче. Возглавлял киностудию Дамир Садыков. В год кино сотрудники Краеведческого музея решили воссоздать историю первого городского творческого объединения, которое снимало документальное кино. Они уже разыскали некоторых сотрудников студии, а также людей, которые так или иначе были с ней связаны. Встречу студийцев посетила и наш корреспондент Алсу Гатаулина. Пусть не в полном составе, но работников первой городской киностудии все же удалось собрать в Краеведческом музее. Встреча оказалась долгожданной и приятной в первую очередь для самих бывших коллег. Они с удовольствием рассматривали старые фотографии, запечатлевшие моменты истории киностудии. Обсудили фильмы, отснятые студийцами. Их более 60. Вспомнили руководителя Дамира Гатауловича Садыкова. Его камера передана на хранение в музей. А еще в музее теперь есть монтажный стол, который Дамир Садыков когда-то собрал своими руками. Вот такой у нас был раньше компьютерный монтаж. Вот так вот крутили на этом монтажном станке с Маратом. Здесь смотрели на мониторчике, что происходит на экране. И какой кадр нам нужно было отпилить. Просто брали на пресс. И отрезали. Отрезали здесь. Ну называется монтаж. Монтаж, да. То есть у нас монтаж был такой. Марат Мухамедшин тоже бывший сотрудник знаменитой альметьевской киностудии «Поиск». Там началась его карьера оператором. Этой профессии он остается верен до сих пор. Сначала кино, а затем серия оператор. Им отсняты миллионы кадров. Он может сравнить, как снимали 80-е и как они снимаются сейчас. Поэтому каждый кадр был продуман. Сперва подумаешь несколько раз, как снимать, сколько снимать. Только потом ты аккуратненько снимаешь каждый кадр. И мы так называемые монтажные снимаем. То есть снимать так, чтобы потом можно было монтировать. То есть монтажные фразы были. Чтобы один кадр отклеился с другим. Это очень важно. А сейчас, когда уже видеокамера, на кнопку нажал, и она снимает бесконечно. Помочь музею восстановить историю поиска готовы не только бывшие сотрудники. Елена Тудакова в годы возникновения киностудии была еще школьницей. Но с малых лет ее интересовал волшебный мир кино. Поэтому каждую свободную минуту она пропадала на киностудии. Но сотрудникам ее так и не стало. Зато прекрасно помнит весь коллектив своих наставников. Подбирала музыкальную подборку к фильму, озвучивала текст. И вместе с ребятами ездила на выезд, съемок различных фильмов. В общем, в основном я занималась озвучиванием. И помогала, значит, титры собирать для фильмов титры. Вырезали мы их с ребятами и наклеивали. Сотрудники Краеведческого музея готовят экспозицию, посвященную Году кино. Они просят откликнуться всех, у кого сохранились старинные афиши, фотографии студии, кинокамеры. Приветствуются и воспоминания об интересных событиях, связанных с киностудией «Поиск». Может, у вас сохранились предметы, личные вещи. Любая информация нашему музею будет интересна. Пожалуйста, мы вас ждем. Наш телефон 220422. Или подойдите в музей, мы вам покажем, что у нас есть. Может, наши экспонаты позволят вам вспомнить об этой киностудии. Телекомпания «Альметиск ТВ» в программе «Альметиск сегодня» открывает новую рубрику, посвященную Году кино. В ней мы будем рассказывать о городских мероприятиях, проходящих в рамках празднования года. А также продолжим знакомить зрителей со страницами истории киностудии «Поиск». Алсуга Таулина, Илька Махмедзянов, «Альметиск ТВ». Рубрика, посвященная Году кино, находится в разработке нашей телекомпании. А вот новый проект передачи «Хэштег протокол» дебютировал на прошлой неделе. Мы приглашаем вас, дорогие телезрители, к активному сотрудничеству. Делать передачу будем вместе с вами. Тема следующего выпуска – экология. Грязные дворы, мусор и несанкционированные свалки, экологические нарушения. Сообщите нам, если столкнулись с этими проблемами. Пишите в нашей группе ВКонтакте, у протокола есть своя тема в обсуждениях. Звоните по телефону 32 18 88. Вместе мы сделаем «Альметиск» безопасным, чистым и уютным. Очередной рейд по квартирам должников прошел в «Альметиске». На этот раз представители управляющей компании вместе с судебными приставами обошли дома, находящиеся на обслуживании «Жилтемп». И в этот раз злостные неплательщики не просто получали письма счастья. Некоторым из них пришлось предоставить для описи свое имущество. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Долг жильцов девяти домов по улицам Гафиатулина, Мира, Нефтяников и Проспекту Строителей превысил 3 миллиона рублей. По квартирный обход неплательщиков – один из способов заставить платить за жилищно-коммунальные услуги. Но это не единственная мера воздействия на должников. Помимо рейдов с Федеральной службы судебных приставов, управляющая компания отдельно применяет к должникам такие меры, как ограничение коммунальных услуг. В закрытых дверях представители комиссии оставляют извещение. А если двери должников все же открылись, то судебные приставы производят арест имущества. Оставляем вам эти вещи на ответственное хранение. То есть вы будете предупреждены по статье 312. Погасить задолженность после прихода судебных приставов неплательщик должен в течение 10 дней. Если этого не произойдет, то все арестованное имущество у них заберут и выставят на торги. Подобные рейды в Альметьевске будут проводиться систематически. Алена Минкина, Ильдар Гемаев, Альметьевск ТВ. И к новостям культуры. В Альметьевской картинной галереи состоялось открытие персональной выставки тверской художницы Альфеина Сыбулиной «Радуга вдохновения». На ней представлены полотна, выполненные в разных стилях и техниках. Художница пробует себя во всех основных жанровых направлениях живописи, пейзажи, натюрморте, портрете. Посетители по достоинству оценили мастерство автора. На выставки побывала и наша съемочная группа. Альфеина Сыбулина родилась в Альметьевске. Живописью и рисунком занимается последние пять лет. По первому образованию она филолог. В 2010 году окончила факультет живописи в художественном училище в Твери. Осталась там преподавать и посвятила жизнь искусству. За годы творчества это уже третья персональная выставка Альфеины Сыбулиной. Но впервые она проходит в родном городе. Это вызывает у художницы сильные эмоции. В какой-то степени и радость, и тревожность, потому что работы еще, скажем так, не имеют, может быть, большого мастерства. Потому что для этого нужны не пять, не шесть лет, а годы, десятилетия. На картинах Альфеина Сыбулиной и тихая река, и деревня в снегу, и деревья в горящем осеннем уборе, и цветы в кувшинках, и одухотворенные лица. Разнообразные работы не только в плане тематики, но и в технике исполнения. Например, картина «Тихий вечер на Волге» написана масляными красками. Это одна из последних работ. Как признается художница, история появления картины забавна и необычна. Ну, вот эта бабулька, она писала, она мыла чеснок. Для меня это было так необычно, непривычно. Конечно, в процессе мытья картин не напишешь. Но я успела зацепить ее фигуру. Большая часть картин – пейзажи. Летние, зимние, осенние. Потому как тщательно выписана на них каждая деталь, можно предположить, что Альфеина Сибулина по-настоящему любит природу. Я очень люблю, как она рисует снег. Обожаю. У меня такое ощущение, что он настолько живой, что если я наступить туда ногой, он начинает хрустеть. Вот мои эмоции такие. Творить, совершенствовать свое мастерство и выносить его на суд зрителей – таковы планы на будущее художницы Альфеина Сибулиной. Выставка «Радуга вдохновения» будет открыта до 17 мая. Эдуард Прокопьев, Полина Сураева, Альмитиск ТВ. Своими талантами блеснули и команда юниор-лиги КВН. Первые в космосе, первые в КВН. Девиз игр школьной лиги КВН, которые прошли в Центре детского и юношеского творчества. В отборочном туре приняло участие 20 школьных команд КВН. В финал прошли 6. Это веселые и находчивые школы номер 3, 11, 6, 16 и две команды, представляющие детское общественное объединение «Вега». Игру посвятили Всемирному дню космонавтики. Сумуэсты на самом деле очень веселые ребята. Школьная лига КВН. Вот чего с нетерпением ждут весной ученики. Они итоговые государственные аттестации. Ведь для человека, попавшего однажды в клуб веселых и находчивых, игра не просто хобби, а образ жизни. Так и у этих ребят. Жизнь – сплошное веселье. В командах постоянно появляются новички, но тон задают опытные игроки. Остальные же стараются подняться до высокой планки. В школьной лиге постоянного состава не бывает. Выпускники уступают место новичкам. Не будешь учиться – станешь дворником. То есть дворник – это апогей глупости и безделия. После принятия этих слов моя жизнь изменилась. Я выхожу на улицу и вижу эти груды мусора и думаю, «Боже, какие же все умные, все выучились. Я того, раздолбая на весь район нет». Сборная школы номер 6 понабрали, выступала первой и сразу разогрела зрителей уникальными шутками. В команде участники разного возраста и темперамента. Но именно это и делает их сплоченными. «КВН – это вообще как семья, я так думаю. Вообще тут поддержка такая, друзей. Они реально все как родные друг к другу». «Здесь почему ты нам не учишься? У тебя появляется очень много друзей. Здесь вообще классно. Я очень рада, что играть». В «КВН» немало и состоявшихся игроков с особым обаянием. Таких зритель запоминает надолго. Один из них – Юрий Кужелев. «Да, на самом деле это столько нервов. Вот на сцене ты живешь, вот все показываешь, эти эмоции. На самом деле за кулисами у тебя столько нервов. Ты просто не знаешь, куда себя деть. Это все и слезы, это и счастье. Это все сразу». Юниор-лига города Альметьевска существует на протяжении 22 лет. Ежегодно она выбирает лучшие из лучших команды КВН. «Каждый, наверное, получит ту степень огромного-огромного удовольствия, которую дает КВН. Потому что КВН помогает в социальной адаптации подростка. Подросток начинает чувствовать себя уверенно и чувствует себя в социуме, как рыба в воде». По итогам игры третье место заняла сборная 16-й школы «Элитка». Вторыми стали КВНщики из команды детского общественного объединения «Вега. Один в поле не воин». А чемпионский титул завоевала команда КВН «Домашние». Тоже из детского общественного объединения «Вега». Мы напоминаем, что наши новости и передачи доступны для просмотра на официальном сайте телекомпании. Вступайте в наши группы ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Одноклассники и Фейсбук. И участвуйте в конкурсах и розыгрышах. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин